Рост 173 сантиметра, вес 57 килограммов ровно. Её профессиональный рекорд 4 боя, 4 победы! Она чемпион мира, серебряный призёр чемпионата Азии и чемпионка Казахстана по ММА, двукратная чемпионка Казахстана по любительскому боксу, представляющая бойцовский клуб Ахмат! Из Павлодара, Казахстан, Мария Акапова! Её завернется в красном углу клетки. Ей 27 лет, рост 163 сантиметра, вес 57,2 килограмма. Профессиональный рекорд 13 боёв, 7 побед, 4 поражения при двух нищих. Она серебряный призёр чемпионата мира по рукопашному бою и чемпионка Республики Беларусь по грэплингу и любительскому боксу, представляющая Беларусь Кудо Тим и Тайган Москва! Из Преста, Беларусь, линия Казахстана! Репериян Поборник, Чехе! Пойдусь! Итак, начинается четвёртый поединок сегодняшнего вечера. Мария Агапова против Лилии Казак. Весовая категория до 57 килограммов. Последние инструкции от Яна Воборника мы услышали. И это полуфинал Гран-при в этой самой наилегчайшей весовой категории. Казахстан против Беларуси. Итак, всё, внимание в клетку. Низкая стойка у Лилии Казак. Но она гораздо ниже ростом, но при этом гораздо мощнее выглядит, нежели Мария Агапова. Двойка тут же влетает в Амарию. Но стиль Лилии действительно очень быстрый. Она всегда рассчитывает на досрочную концовку. Сейчас силовой джеб пробила и Агапова. Задача Агаповой проста. В этом поединке держаться на дальней дистанции, расстреливать соперницу, используя своё преимущество на тропометрии. В свою очередь Лилия Казак должна врываться на ближнюю дистанцию, как она это делала на первых секундах. И вот сейчас вновь клинч. Не попадает левым боковым на выходе Лилия. Размажет в атаке и попало. Сейчас Агапова очень здорово и сильно. Ещё один размет на средней дистанции. Предлагает Казак зарубиться. И отвечает взаимностью Мария Агапова. Снизу столкнулись головами девушки. В клинче буквально так швыривает назад Марию Агапову Лилия Казак. Сейчас прессингуют у сетки. Это тот самый женский поединок, где нет никакой разведки. Действительно, два война клетки сейчас. Нагружает Казак. Агапова вынуждена обороняться, но пытается отвечать активно, пытается бить. На встречу ноги шире, подсказывает Мария Агапова. Действительно, ей необходимо предпринять максимум усилий, для того, чтобы не оказаться на настили. Сейчас в результате броска соперницы. Продолжает грузить Лилия. Всё, загубь, смотри, ноги щиты, сейчас зацеп будет. Действительно, возможен зацеп. Пока же не улучшает позицию. Лилия не переходит к бросковой технике и дистанцию не разрывает. Продолжает прессинговать Лилия Казак, но пока что этим всё и ограничивается. Ударов минимальное количество мы наблюдаем. Яново-борник внимательно наблюдает за развитием событий. Несколько раз коленом отработала Лилия. Лилия. И обви, прекрасно. Вот это зацеп. Вот это филигранно провела его Лилия. А как раз то, на что обращали внимание секунданты от Марии Агаповой и случилось, да? Зацеп сработал. И сейчас Мария пытается выйти на болевой, судя по всему, приём, но не удалось левую ногу ей выдвинуть. Да, треугольника там нет, и на рычаг локтя пока тоже не выходит. На предыдущем эпизоде показала движение корпусом влево Лилия, и правой ногой подработала зацеп. Есть позиция у Марии для того, чтобы попытаться разогнуться, всё-таки вырвать руку соперницы, но нет. Скорее всего, не получится. Давай-давай, сбрасывай, занимай позицию, главное не спеши. Лилия, обойди, убери голову. Давай, не давай, ногу, да? Брёшку закинь, брёшку, помоги голову. Ещё одна попытка проведения болевого приёма со стороны Марии Агаповой. Голову только сейчас вот освободила Лилия. Менее двух минут до конца раунда. В итоге все попытки выйти на болевой или удушающий приём в исполнении Марии Агаповой не увенчались успехом. И Лилия оказывается в позиции бокового контроля. Зачем очень уверенно себя чувствует. Ян Воборник не поднимает спортсменок. Начинает носить удары Казак. Подизмотала Казак соперницу. Ещё по корпусу один удар. Продолжается клинч. Да, и продолжается. Есть ещё раз бросок зацепа. Ну что ж, пропускает раз за разом одно и то же техническое действие Марии Агаповой. Просто работает в режиме танка сейчас Лилия. Всё время грузит. Очень тяжело. Патовой ситуации сейчас, возможно, даже Воборник и вмешается. Неужели слэмить постарается отсюда Лилия? Ничего не может сделать из этой позиции Лилия Казак. Так намертво заблокировала её Мария Агапова. И вновь попытка выйти на рычаг локтя в исполнении Агаповой. Старается она, ну, как можно агрессивнее действовать из позиции на спине. Вновь забирает контроль. Да и в целом первый раунд Лилия Казак также должна выиграть. Но прежде всего за счёт контроля. Да, если примерное равенство мы наблюдали в стойке. Затем два тейкдауна на счету Лилии Казак. И в целом успешно контролировала она соперницу на протяжении... Кстати, вчера он присутствовал на турнире в Омске. Итак, начинается второй раунд. Мария Агапова против Лилии Казак. Посмотрим, удастся ли столь же мощно, как и в первом отрезке, действовать Лилия Казак. И сближаться, бороться, бросать соперницу вновь в стык. Кость в кость буквально. И, наверное, всё-таки следовало бы избегать подобных эпизодов Марии Агаповой, учитывая то, как складывался первый раунд для неё. Вновь затяжной клинч. Наверняка волчица постарается немного улучшить по этой стойке. И под бросок заходит Агапова. Поняла, поняла. А это Лилия завела ногу. Давай, ну давай, разворачивайся. Уходи, уходи, уходи. Да, пойдёт, колено, есть. Вот, поднимайте. Не удаётся спуститься Казак по две ноги. И стопом отрабатывает белорусская спортсменка. Близка была Мария Агапова к тому, чтобы развернуть соперницу. Но всё-таки продолжает её контролировать Казак у сетки. Если Агапова рассчитывает всё-таки зацепиться за этот поединок, ей ни в коем случае нельзя проигрывать, отдавать этот раунд. Рукою вверх поднимает. Правой рукой вверх поднимает. Сейчас, смотрите, всем весом нагружает вправо. Лилия Казак показывает, что будет в левую сторону. То же самое было и в первом раунде. Но потом она резко бросила вправо. Сейчас выжидает. В полоборотах соперница застывает сейчас в оборонительной позиции Мария Агапова. Достаточно активно девушки. Яновоборник не выводит их на центр клетки. Пока что, во всяком случае, есть возможность посадки из этого положения. Вливать себя в сторону со стороны Казак. Нет, завела опять ногу. И колено. Да, и подсказывает сейчас Мария, что необходимо работать, потому что соперница устала. Есть дистанция. Ну что ж, посмотрим. Агапова и Добра Терланча на средней дистанции. Сближается девушке. И вновь пытается отвести соперницу. И получается это сделать Агаповой. Зацеп не прошел. Да, зацеп не прошел. Продолжите. На голову! Идет сейчас битва характеров. И, возможно, переломный момент в матче. Если Марии удастся устоять в стойке и разорвать дистанцию, то, возможно, в третьем раунде будет уже перелом полный в ее пользу. Продолжается борьба и продолжает напирать на соперницу Илья Казак. Попыталась в тайский клинч разобрать голову соперницы Агапова, но сразу же получила захват под одну ногу. Сейчас будет попытка тейкдауна в исполнении Казак. Абсолютно правильно делает. Учитывая разницу в антропометрических данных, не дает никакого пространства Агаповой. А то просто не хватило движения. Зацепи, зацепи, зацепи. Слишком уж эмоционально работает Мария. Пытается зарубиться. И сейчас продолжится поединок в стойке. Разрыв дистанции, который обозначил рефери встречи Янва Борник. И опять милелкик неплохо справа. Попадает Лилия. Размажет стартаги от Агаповой. Очень устала Казак, но и Мария Агапова также устала. Хороший сейчас справа и сбоку прошел у Мария. Ищет момент, чтобы войти. Ох, пошатнула сейчас после удара Агаповой Лилия. Менее полутора минут остается до окончания второго раунда. И у Агаповой высокая точность в ударах по-прежнему. Есть попадание вновь слева и на сей раз от Агаповой. И Лилия Казак не успела ответить. Моталась прихватить под одну ногу. И в очередной раз клинчер продолжает контролировать соперницу Лилия Казак. Да, в стойке Мария выигрывает. Это показал последний эпизод. Очередной обвив не получился. Да, не получается. Очень важно, кто же заберет концовку. Раунд примерно близкий. Получается. Коленом сработала Лилия Казак. Аналогичным образом ответила Агапова. Вновь сейчас ударом на удар отвечают девушки. Но формально контроль в стойке сейчас за Казак. И все это будет учитываться при вынесении решения о победителе во втором раунде. Ну, Яну Воборнику, в общем, уже надоели эти эпизоды с длительного контроля почти без ущерба в клинче. И очень быстро он на сей раз выводит на дистанцию соперниц. Остается совсем немного времени до окончания второго раунда. Итак, концовка. Смотрим. Последние 20 секунд. Вы знаете, чем-то этот поединок напоминает бой Мусаси со Шлеменко. Если брать именно количество борьбы и стойки, и переломные моменты в втором раунде. Хорошо сейчас попала несколько раз Мария Агапова. Последние секунды. Есть слева. Сложно сказать, акцентированным или нет этот удар получился. Вновь клинч. Пытается как можно агрессивнее действовать Казак. В первом раунде доминировала за счет борьбы прежде всего Лилия Казак. Во втором раунде удалось Марии Агаповой выровнять ситуацию. Будет ли это тенденцией? Будет ли развивать определенное преимущество Марии Агаповой в третьем раунде? Или же Казак удастся все вернуть в то положение, которое наблюдалось в первом отрезке боя? По-прежнему Лилия высоко держит руки. Неплохо дышит. Ну и уверенно в своих передвижениях Мария Агапова. Левый прямой выбрасывает. До этого аналогичным действием отвечала Казак. Много ударов выбрасывает Мария Агапова, даже без шансов на попадание, просто обозначая таким образом дистанцию, не позволяя сопернице приблизиться. Финцит Лилия Казак. Пытается пройти сейчас на ближнюю дистанцию, но хорошо сместилась Агапова. Почти аккуратно ведет она третий раунд. Ну и получается, что Казак включил на такой, не то что совсем экономный режим, но немного бережет силы. Это большая ошибка может быть, но нет, быстро поднимается Мария. Не воспользовался этой опложности Лилия. Не надо ногу, не надо. Маши, работай руками. Все вам работают. Подсказывают сейчас Марии Агаповой, что надо попытаться удерживать соперницу на джебе. Почаще выбрасывать именно этот удар. Вот сейчас хорошая комбинация от Агаповой, но Казак жестко ответила справа. Еще один размен. Агапова опять точнее. Есть кровотечение уже у Лилии из носа. Так, боднула сейчас Мария соперницу плечом, не позволяя сблизиться. И вышла на комфортное расстояние. Вот это, наверное, главное, что надо делать Агаповой в третьем раунде. Ни в коем случае не позволяйте прижимать себя к сетке. Да, и посмотрите, первый момент получается работать как раз Лилия. Продолжает пропускать при этом. Да, попала справа Мария Агапова. И вновь справа, боковым. Заходят эти удары раз за разом. Две минуты третьего раунда позади. Пока что преимущество Агаповой. Да, удается ей реализовать преимущество в длине рук в первую очередь. Очередной размен. Хорошая дистанция средняя. Но Лилия не продолжила эту рубку. Времени все меньше и меньше. Тейгдаун в третьем раунде может очень многое решить для Лилии. Очередной раз заходят удары жесткие у Марии Агаповой. Но и пропускает также она. Лилия Казак по-прежнему идет вперед как танк. Пока периодически попадает, но все-таки чаще гораздо попадает Мария Агапова. Да, и у Марии последний удар на выходе просто каким-то сокрушающим. И его легко выдержала Лилия Клинч. Ну что ж, посмотрим, ключевой ли момент сейчас мы наблюдаем в этом бою. Заводит правую ногу на зацеп сейчас Лилия Казак. Посмотрим, получится ли у нее тейгдаун. Да, практически она не скрывает это техническое действие в борьбе. И сейчас Агадовременно кричат секунданты. Секунданты Лилии кричат, что надо свалить Мария. Секунданты Агаповой кричат, что не давать ни в коем случае. И вот сейчас еще раз можно было подработать правой ногой по две ноги сразу. Полоборота встает Агапова по отношению к сопернице. Таким образом обороняется она. Уже, наверное, три или четыре раза пыталась правой ногой сейчас завести. Вот сейчас бедро заводит. Будет пытаться силовой бросок провести, вкрутиться в этот прием. Причем грузит под одну ногу. А могла бы и подлил попробовать. Очень прямолинейно действовала в этом эпизоде Лилия. И в итоге Яновоборник вывел девушек на центр клетки. Чуть больше минуты остается до окончания третьего раунда. Опять размена в центре, но очень мало удара достигают цели. Джебы у Агаповой по-прежнему хороши. Попадает и Лилия. Да, попадает и Мария. Правый боковой у нее заходит постоянно. Сейчас Лилия по корпусу отработала точно. Ох, сейчас провалила и вновь справа достала соперницу. Агапова. Но все равно Казах не останавливается. Очередная заруба в центре. Два-три удара и вновь дистанция разрывается. Осторожно чеет Агапова. Но это не мудрено. Все-таки опасается на борьбы очередной. Пошла в корпус. Лилия. Перевод и победа. Перевод и победа, кричат Лилия Казах секунданты. Но необходимо ее как-то сподвигнуть на то, чтобы отдать все силы, но попытаться забрать концовку. Два-третьих раунд уже меньше. Если проведет тейкдаун, действительно, возможно, это много решит в этой встрече. При прочих раундах, хотя третий раунд Агапова выигрывает. Да, причем, на мой взгляд, вне зависимости от того, будет. Жестного полфинала гран-при мы имеем раздельное решение судей. И так, одержала победу и вышла в финал гран-при в отличайшем кейсе Мария Агапова.